На 777 пригодим всем. Общаемся здесь и сейчас. Это программа «20 минут». Я Ирина Узлова. Как работает российское ПВО? Ответ на это можно найти в небезызвестной книге «Никак». Горячий ноябрь, точнее, горящий Скадовск. Кто главный по колхозу? А в ответ тишина. Ведь мощно прилетело в самое логово россиян. Во временно оккупированном Скадовске на украинской Херсонщине ракеты доброй воли попали по месту базирования оккупантов в здании бывшего колхоза «Советская Украина» на углу Гагарина и Портовой. По меньшей мере, 5 оккупантов погибли, 15 пострадали. Об этом заявил в эксклюзивном комментарии 24-му каналу советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Верно, ведь Украина не советская, а европейская. Очень характерно для российского руководства размещаться в подобных зданиях и гостиницах, стоящих отдельно от других домов. Такую же ситуацию видим и в Мариупольском районе. Надеюсь, что и туда прилетит вскоре. Так вот, сначала говорили, что прилетела в гостиницу «Лотос», но это фактически соседнее здание, и наши источники утверждают, что там размещались ФСБшники. Пока ждем подтверждения. Относительно потерь. 15 человек раненых точно оттуда вывезли сразу. 5 человек увезли в морг. Россияне пытаются эти потери скрыть. Сначала говорят, потерь нет. Затем 5 пострадали, затем 7, затем еще больше. Подождем, когда они назовут реальные цифры. Обстрелом гражданской инфраструктуры, боевиками киевского режима, ожидаемо назвал прилет по базе оккупанта, возможно, даже ФСБшников, так называемый исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, которого назначил Кремль, и которого в Одессе заочно приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сокрушенный очередным фиаско оккупантов Сальдо едва поспевал считать количество тех, кто выиграл лотерейный билетик в девятый круг ада. По последним его, вероятно, лживым подсчетам, таковых около 11. Как сообщает журналист Радио Свобода Марк Крутов, в результате удара по Скадовску погибло несколько высокопоставленных российских офицеров. Он сослался на несколько российских и украинских источников. По данным журналиста, удар нанесли с помощью хаймарсов. Также Сальдо горько скорбел сегодня о своем дружке военном преступнике Кирюше Стримаусовичу. Память решили увековечить зачем-то открытием памятника в аннексированном Крыму, сообщают СМИ Кремля. В Симферополе увековечили память Кирилла Стримаусова. Памятник замглавы администрации Херсонской области установили на могиле в годовщину его гибели, пишет РНТВ. Почтить память, наработать себе дополнительные баллы на Гаагу и посмотреть на свое будущее к открытию памятника пришли подконтрольные Кремлю главы Крыма и Севастополя Сережа Аксенов и Мишка Развожаев. С самого начала полномасштабного вторжения Стримаусов перешел, напомню, на сторону России. В марте 1922 года сформировал коллаборационистский комитет спасения за мир и порядок, а в апреле объявил себя заместителем главы военно-гражданской администрации Херсонской области. В сентябре 1923 года Стримаусов получил российское гражданство, но радоваться пришлось недолго. Кирилл Стримаусов свою бесславную жизненную и профессиональную деятельность завершил 9 ноября 1922 года. В Украине его признали виновным в государственной измене и коллаборационизме. Учитывая, как долго протянуло и чем завершилось Стримаусовское навсегда в Херсоне, такой же доли не минет и памятник коллаборанту-предателю в Крыму. Муки совести, кошмары, 1500 долларов и крыса побежала не то что из тонущего, а еще и не спущенного на воду корабля. Российский ракетный корабль «Аскольд» был поражен до Дир в Керчи после того, как координаты борта слил вооруженным силам Украины командир МРК «Ингушетия» 41-й бригады ракетных кораблей и катеров вражеского Черноморского флота Александр Ермоленко. За координаты «Аскольда» Ермоленко должны были дать 1000 долларов, но он сторговался до 1500, сообщает телеграм-канал «Крымский ветер». Координаты расположения «Аскольда» слил командир малого ракетного корабля «Ингушетия» Ермоленко. Сам Александр Ермоленко, коренной крымчанин из Севастополя, отмечают на канале. По данным «Крымского ветра», возможная причина сотрудничества Ермоленко с украинской стороной – кошмары, в которых его преследовали погибшие от ударов мирные жители Украины. Журналисты отметили, что именно под командованием Ермоленко экипаж МРК «Ингушетия» запускал крылатые ракеты «Калибр» по украинским гражданским объектам. В открытых источниках говорится, что Ермоленко является капитаном второго ранга, он стал командиром корабля «Ингушетия» в 2019 году. Дурной пример заразителен, а хороший тем более. Теперь судьба этого Ермоленко под вопросом, если он действительно такое сделал. Мы видим, что люди начинают сотрудничать с ВСУ, начинают давать информацию. Это очень радует. И это хороший знак и хорошая тенденция. Морские, зерновые, военные преступники хуже, чем сомалийские пираты. Лоцман судна, который погиб в результате ракетного удара российских войск по судну под флагом Либерии, был украинцем. Моряк являлся работником администрации морских портов и имел украинское гражданство. Об этом сообщила представитель Силы обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, россияне ударили почти по капитанскому мостику судна под флагом Либерии. В момент атаки там находился Лоцман украинец. Также ранения получили три других члена экипажа. Их жизни ничего не угрожает. Гуменюк добавила, что судно достаточно сильно пострадало в результате ракетного удара россиян. Напомню, вечером 8 ноября россияне нанесли ракетный удар по судну, которое заходило в порт Одесской области. Окупанты выпустили противорадиолокационную ракету Х-31П. Судно под флагом Либерии было гражданским и шло в украинский порт под загрузку. Оно должно было доставить железную руду в Китай. Особенность как раз в том, что это противорадиолокационная ракета. Она была направлена по побережью, вероятно, с целью уничтожения или обнаружения объектов противовоздушной обороны. В этот момент заходило судно в порт и попадание произошло, исходя из характеристики ракеты. Радиолокационная станция судна притянула к себе эту опасность. Это не снимает ответственности с врага. Выпуск ракеты по мирному объекту – это преступление против человечества. Процесс заведения судна в порт начался заранее, до сигнала противовоздушной тревоги, до того, как активизировалась вражеская авиация. В тот момент остановить процесс входа судна было уже невозможно. Это уже 21-я целенаправленная атака России после выхода из зернового соглашения. За это время страна-террорист повредила более 160 объектов инфраструктуры и 122 транспортных средств. Именно поэтому Украина делает все для усиления ПВО и прикрытия юга Украины от российских террористических атак. Подсчитал вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин территории и инфраструктуры Украины Александр Кубраков и добавил, что движение судов по украинскому коридору продолжается как в порты Одессы и области, так и из них. Несмотря на систематические атаки россиян на портовую инфраструктуру. Шесть судов с грузом агропродукции отправились из портов Одесской области. Двигаются они по морскому коридору, установленному ВМС ВСУ и перевозят 231 тысячу тонн агропродукции. Еще пять кораблей ожидают захождения в порты под загрузку. С 8 августа 91 судно вывезло 3,3 миллиона тонн сельскохозяйственной и металлопродукции. Невероятные успехи Украина имеет огромные достижения по уничтожению военных ресурсов россиян в оккупированном Крыму. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Сейчас мы имеем огромные успехи на крымском направлении. Мы постоянно обращаем внимание на то, что касается суши, но то, что касается уничтожения Российской Федерации, уничтожения их активов на территории Крыма и уничтожения Черноморского флота – это огромные достижения нашей страны. Данилов уверен, а мы вместе с ним будут еще приятные новости по поводу уничтожения оккупантов и ресурсов россиян на крымском направлении. И не только лишь там. Конкретные города, конкретные направления, конкретные цели. У нас есть планы, мы продолжим наступление и в этом, и в будущем году. Загадочный, но вполне реалистичный анонс прозвучал от президента Украины Владимира Зеленского. Постараемся показать результат в этом году. И для нас это очень важно, потому что мы теряем людей каждый день. Меньше, чем россияне – это хорошая новость, но людей – это очень плохая новость. У нас есть некоторые шаги вперед на юге нашей страны. Также у нас есть шаги на востоке, и некоторые, я думаю, хорошие шаги есть на Херсонской области. Я уверен, что нас ждет успех. Мы ждали боеприпасы с 7 месяцев, и Россия использовала это время, чтобы заминировать все это. И на следующий год у нас есть план. У нас есть цель, куда мы пойдем, в каком направлении будем вести наступление. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что потери вооруженных сил Украины в войне как минимум в пять раз меньше российских. Впрочем, удивительного мало, ведь у военно-политического руля россиян сбитые с курса командиры. Две реальности – нарисованная в угаре имперских фантазий и боязни казни за провалы, и отработанная нашими вооруженными силами и несущая крахи потери российской армии. Командование РФ – не военные, а чисто галеристы. Используют далекие от реальности карты боевых действий, которые не отражают сложившуюся ситуацию на поле боя от слова совсем. Такие от балды нарисованы картинки и передают в Генштаб РФ, бравурно отчитываясь об успехах которых нет. А вот разовые солдатики на фронте затем должны поспевать за успехами художественных карт из области фантастики, догонять искусственные успехи любой ценой. Российский блогер пишет, что это может объяснить случаи, когда российские силы не наносят удары по скоплениям украинских военных у линии фронта. Солдаты якобы имеют настоящую карту. Им предписывают идти в атаки, чтобы приблизить настоящую карту к той, которой пользуется Генштаб. Другой военкор заявил, что российские командиры стремятся добиться тактических успехов, которые уже закреплены на этих картах. Генштаб чаще требует одних положительных отчетов. Российские военные обозреватели регулярно критикуют командиров за передачу начальству ложных отчетов с преувеличенными успехами. Генштаб РФ якобы поощряет подобную практику. Карты лживые взятки настоящие. Цветет и пахнет коррупция в Российской Федерации. Война войной, а откаты по расписанию. Во время войны выросли и суммы взяток, и число пойманных на их передаче и получении. Суды и МВД, как показали расчеты издания, можем объяснить, зафиксировали рост коррупции в России, хотя Путин заметил ее лишь в Украине. Давать взятки стали на 17% чаще, следует из данных за 9 месяцев текущего года. За это время зарегистрировано 4595 преступлений. В январе-сентябре 2022 года их было 3905. В этом году подрос и размер взятки. Число случаев мелкого взяточничества сократилось на 18%. Почти на половину выросло число зарегистрированных преступлений, связанных с коммерческим подкупом. Какими-то исчезающими чернилами рисуют карты побед россияне, а подсчеты ведут на сломанных калькуляторах. Есть такая традиция. Каждые две недели Дмитрий Медведев, знатный рассказчика по совместительству заместитель руководителя Совбеза РФ, доплюсовывает по 25-30 тысяч желающих пойти помирать за Путина. В этот раз новую цифру контрактников он выдумал во время беседы с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка, посетив полигон Алабино, что на Московщине. Еще 25 октября количество контрактников, набранных с начала 23-го года, составляло около 385 тысяч человек. Тогда Медведев отмечал, что более 1600 человек ежедневно бегут, спотыкаясь и опережая друг друга, дабы заключить контракт смерти с Минобороны РФ. Также, по оценкам Димки Медведева, производство военной техники в России вышло на невиданные рубежи, как и содержимое стакана чиновника. В настоящий момент в общей сложности с 1 января текущего года на контракт принято около 410 тысяч человек. Эта работа по привлечению военнослужащих на контракт, она будет продолжена и в следующем году. Решение президентом принято. Работа эта идет, ну, скажем, прямо неплохо. И ребята, которые здесь присутствуют, они тоже могут в своих мотивах сказать. Мы не наблюдаем никакого оттока. Наоборот, наблюдаем скорее увеличение числа тех, кто готов защищать свою родину, нашу с вами страну. Возможности нашего оборонно-промышленного комплекса вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень. Надо признаться, скажем, прямо, даже быстрее, чем я это себе предполагал. Потому что буквально за год мы это все подтянули в разы. Пить надо меньше. Неудивительно, что параллельно этому выступлению глава Центробанка РФ Эльвира Набиулина еще поделилась более нездоровой для РФ калькуляции. Говорит, ситуация с кадрами. Острая экономика РФ практически полностью задействовала свои трудовые ресурсы. Конечно, ведь остальные ресурсы в количестве 308 тысяч плюс уже задействованы для удобрения украинского чернозема. А 410, подсчитанные Медведевым, готовятся пойти по этой проторенной дорожке. А вот как мотивируют присоединяться к армии убийц РФ со школьной скамьи. Резку не жди и врагам отомсти за разрушенный СССР наш. Главный бой впереди, веру лишь обрети, разрушая их дьявольский шабаш. Против нас глобализм, либеральный фашизм, сатанинское черное место. Оскровенный расизм, социал-дарвинизм уничтожен, да будет агрессор. Кошмар. Поэтому о каком таком перемирии с агрессором речи быть ни о каком и не может. Чем же закончится горячая фаза войны, занавес приоткрывает глава украинского государства Владимир Зеленский. Все финализируется миром, но не нашим миром с Россией. Она просто его не хочет. Она представляет мир по-своему, а мы представляем его как независимое свободное европейское государство. Поэтому только восстановление территориальной целостности, восстановление прав и свобод людей, восстановление суверенитета – вот главные принципы окончания этой горячей стадии войны, а затем восстановление справедливости, акцентировал президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с мексиканскими студентами. Украина не пойдет на уступки. Если мы будем жертвами, то мы будем не последними. Режим Путина пойдет дальше. Поэтому мы должны бороться. Пока мы боремся, Путин боится войны как огня. Путин будет избегать темы войны против Украины в предвыборной кампании Путина 2024 года. Тема эта будет подниматься только при условии очень серьезного российского успеха на фронте, которого, как всем очевидно, и близко нет, а не продолжения оппозиционной войны. Вместо этого Путин сосредоточится на якобы стабильности России и критике вражеского Запада. Об этом пишет американский институт изучения войны. Аналитики отмечают, что президентская кампания имеет цель представить Путина как лидера, который сделал Россию островком спокойствия. Скорее островком невезения, который весь покрытый плесенью. Путин использует тему войны только тогда, когда есть шанс показать что-то как супер успех. И перед Новым годом россияне попытаются разыграть сцену с успешным лидером страны, приехавшим захваченный ими город. Но я себе не представляю, как Путина туда будут везти. На линию фронта его что, в кандалах будут везти? Будут толкать? Он ведь туда не поедет, боится. Ибо если наши артиллеристы узнают, где он есть, то превратят это место в поверхность Луны. И Путин отправится в мир иной. А пока Путин верно и методически окунается в мир позора. Очередные конфузы прихватил с собой на просторы Казахстана. Российский диктатор в Астане провел переговоры и подписал документы о взаимном сотрудничестве с президентом Казахстана Касым Жамартом Такаевым. И уже по классике стал мечтой логопеда. Ошибочно назвав снова Такаева, то ли промямлив не так, то ли ошибившись неправильно. Мы готовы идти навстречу к казахстанским. Не хотят? Нет, уже захотели. Значит, как сказал, что готовы идти навстречу. Все раз, включили. А это так и есть, действительно. Мы готовы идти навстречу нашим друзьям для того, чтобы потребности были удовлетворены. Уважаемый Касым Жамар Кемилевич. В первый раз Путин невнятно произнес на форуме межрегионального сотрудничества отчества Такаева Келемич Келемович вместо Кемелевич. Во второй раз имя и отчество президента Казахстана. Благодаря Такаева за приглашение в Астану Путин сказал Кемель Жамартович, но сразу же поправил себя. Утром 9 ноября президент России Владимир Путин прибыл в Астану с официальным визитом. Президент Казахстана Касым Жамар Такаев встретил его утра по самолетам. Во второй половине дня в резиденции аккорда состоялась церемония встречи. После торжественной части из аккорды по видеосвязи президенты двух стран открыли работу 19-го форума межрегионального сотрудничества, который в этом году проводится в городе Кастанее на севере Казахстана. Такаев напомнил, что Путин прибыл в Астану в канун десятилетия договора о добрососедстве и союзничестве, подписанном между Казахстаном и Россией 11 ноября 2013 года. Тем временем, говорящий за деньги род Путина Дмитрий Песков проанонсировал, что прямая линия и большая пресс-конференция российского диктатора будут в этом году объединены. Мероприятие пройдет до конца года, дата уже определена, заявил пресс-секретарь президента РФ. А определен ли двойник, по меньшей мере, троих двойников расплодил себе бункерный. Это засвидетельствовали в нашем главном управлении разведки. И это свидетельствует о страхе, слабости и неустойчивости кремлевского режима. Сам Кремль чистой воды, карточный домик, который держится на соплях остатков образа Путина, как диктатора. Это невероятность, это факт. Что касается информации из анонимных телеграм-каналов, что он умер, к сожалению, эта новость окончательно не подтвердилась. Но касательно двойников, да, такая технология в Кремле используется. Сколько их? Могут быть варианты, но о трех можем говорить. Это значит для режима в целом, не только для Украины, а для восприятия в мире, что этот режим неустойчив, что речь идет не о каком-то сильном, влиятельном, уверенном в себе политике, а о технологии, некий образ большого брата, который смотрит на тебя, говорит о страхе Кремля, что их конструкция – это карточный дом, который держится на образе Путина, как диктатора. Работают за еду. Половина работающих россиян тратят большую часть зарплаты на покупку еды, а еще треть на жилье. Это показал опрос онлайн-сервиса по поиску работы HH.ru. Согласно исследованию, покупка еды стала самой большой статей расходов у 47% россиян. При этом в некоторых регионах показатель оказался и выше. В Хабаровском крае – 57, в Ярославской и Новосибирской областях – по 54. Также 34% опрошенных россиян назвали среди самых больших трат расходы на жилье, которое они или арендуют, или взяли в ипотеку. Больше всего таких граждан в Ханты-Мансийском округе, а меньше всего в Саратовской области. Реже всего, что и заметно, в число наиболее крупных статей расходов у россиян входит образование – 5%, уход за собой – 4%, а также связь, телевидение и интернет – 1%. Тем временем глава Центробанка РФ Эльвира Набиулина призвала готовиться к дорогим кредитам надолго. Счастья нет и не будет. Валентинка два стакана Матвиенко отказалась от своей идеи создать Министерство счастья в Российской Федерации. Говорит, всем показалось, я ведь просто шутила. Я видела, что вы призывали к созданию Министерства счастья. Потому что я пошутила. Я поняла, что у журналистов и у сайтов плохо с чувством юмора. Вы знаете, как всем понравилась эта идея? Нет, идея – это самая хорошая, но я же понимаю, что… Мы поняли, что это метафора. Это метафора, конечно. Но, тем не менее, несмотря на то, что люди сознательно… Ох и проказница. Напомню, в начале этой недели спикер Совета Федерации России Валентинка Матвиенко предложила создать в стране Министерство счастья и принять закон о счастье всеобщем. Немедленно закон о всеобщем счастье. Вы знаете, я мечтаю, даже предлагала, давайте мы создадим в России Министерство счастья, говорила она, то ведомство, через которое будет проходить все решения, все законы. На предмет того, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей счастливее. Пока группа поддержки у меня маленькая, присоединяйтесь, я думаю, что придет время, когда мы создадим в России Министерство счастья, заявляла Матвиенко. И тут заплакал Оруэлл. Напомню, в романе Джорджа Оруэлла «1984» Министерство счастья в одном из переводов Министерства любви было одним из всего четырех государственных институтов наряду с Министерствами правды, мира и изобилия. У Оруэлла Министерство любви заведовало пытками. Впрочем, пытками успешно в Российской Федерации заведуют все, кому не лень, и без соответствующих на то новых институций. В 2019 году Матвиенко рассказывал, что идею Министерства счастья увидела во время поездки в Объединенные Арабские Эмираты. Матвиенко, напомню, руководитель Верхней Палаты Российского Парламента – это одна из высших государственных должностей. После начала полномасштабного вторжения стало известно, что она более чем счастлива. У нее есть вилла неподалеку Венеции. Еще одной виллой владеет ее сын, который живет в Италии. В возрасте 36 лет сын имел огромное состояние, которое по состоянию на 2009 год уже оценивалось в 1 миллиард долларов. Состояние самой же чиновницы, по информации СМИ, превышает миллиард российских рублей. Матвиенко называют иконой коррупции. Хорошо, что в Украине не нужно создавать министер счастья, ведь наше счастье будет полным, когда мы полностью одолеем врага и разгромим российскую армию и Российскую Федерацию. Друзья, это была я, Ирина Узлова. Программа «20 минут вместе. Двигаемся к победе». Приходите к нам завтра. Увидимся. Продолжение следует.